Здравствуйте, наши котики. Всем привет, с вами Слава и Антон. Антон опасный. Да, я опасный, скрафтил себе меч такой, как Слава уже, наверное, не один сломал. Да, к сожалению. Я решил лупасть Славе на хвост, потому что ему больше повезло в нахождении гранита. Мне с ним совсем-совсем не везет никак. Я три дня бегал, мучился, искал. Вот, нашел. Да. И я при вас сейчас построю печь. Вот у нас идет оставание, три на три гранит. Просто обычный гранит. Да, печь, чтобы сталь делать. Затем делаем лоханку. Кого? Лоханка. Это что? Вот. Ну, то есть, сверху выкладываем, оставляем ячейку для лавы. Угу. Кладем лаву, потом замечаем, как горит ваш дом, тушим дом, забираем лаву и ставим теперь печку на улице, вот как Славик делает. Мастер-класс от Слава. Вам еще понадобится, вот, на, я тебя кину. Ага. Подбери, посмотри, покажи рецепты ребятам. Вот. Все три девайса нам понадобятся, да? Да. Фурнес аутпут, который делается из... Шафт, там и сундук, потом шафт и плавильня, шафт и блум. Ага, все делается из шафта. Шафт. Который можно делать из стали или из просто железа, да? Разницы нет никакой. А, из стали просто три, получается, да. То есть нам нужно... Но чтобы сделать сталь, нужен вот такая печка, поэтому первый раз все равно вам придется ставить. Аутпут, фуэл-сторедж и инпут. Ну, что-то похожее на фермы из Форест-3. Система такая. Ага. Понятно. Примерно. Давай уже темнее, давай быстрее. Да, 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 да. Только в лаву не кинем. Пропробую, да. Ну что, у меня там чуть-чуть гранита есть. Окей, теперь кладем сюда... Сюда мы ставим input прямо над лавой. Кажется, подожди. А, нет, это сюда fill-сторедж. Ставится. Вот убираем, чтобы не мешало. Куда-нибудь сбоку, где вам удобно, ставим output. Ну вот, вот хоть сюда. Затем, раз, два, три, четыре шафта. А шафт это что? Input. И затем furnace shaft. Не, я понял, а что это на русском? Типа трубы. Ага. И еще два сверху. А что ты сверху поставил? Еще два шафта. Это input. Input? Blast furnace input. Здесь fill-сторедж. Здесь output. Ты прям туда будешь input вкладывать? Аж в самый верх? Да. Или я? Да? Оу. Так вот сделать для удобства пока. Теперь идем за... На, покажи... В crafting table. Кинь себе. Лаймстон? Да. Получается вот такие ханки. Четыре ханка. Так, куда ты пошел? Сейчас. Домой за ресурсами. Сейчас я выйду. Ай! Спасибо. А как это я правой клавиш? Теперь, оказывается, я это сразу не знал. Оказывается, можно класть... Ну, для начала разогреваем сюда вот heating input fuel. Сюда он разогревает сначала печь, готовит ее. И вот если ты сверху откроешь верхний слот, если встанешь рядом со мной, ты увидишь, что там есть ячейка для лаймстон-чанков. Почему я взять их не могу? Что у меня за прикол? Не знаю, поломано. Я их подымаю из инвентаря, и они падают обратно. Есть для угля, а нижний для железа. Вот я в прошлый раз делал rough iron из rough iron iron. Оказывается, можно просто железную руду сразу класть. И ждем, пока нагреется печка. Блин, нет, 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 она с тобой. Убейся уголь, подкинь, пожалуйста. Нет, у меня только дерево с собой. Черт. Я могу принести? Если нетрудно. Я уже все... Я уже все израсходовал. Тебе обычный или древесный пойдет? Я не знаю, честно. Я просто не знаю. Так. Ну, он у меня весь в печках. Сейчас я отбиваюсь от гадских монстров, которые я уже просто ненавижу. Задолбали убивать здесь. Так. Обычный уголь. Да, есть обычный уголь. Я тебе могу еще стак такого древесного принести. Древесный, это, кстати, хитро. Я все время древесным пользуюсь. Славик тупит. Ой, так. Что-то я проголодался, пока бегу. Ем по-твоему совету эти кабачи. На баклажан. Так. Ну, закинь сюда древесный, проверим. Ау. Торфей. Например, в... А, горит, нормально. Например, древесный уголь в этом... В какой-то там печке из этого, из Майнфэнтези, он не разогревает ее. Вот, и пошел дым, пошел дым, пошел дым, и пошел процесс. И следим и ждем. Сейчас туда выпрыгнет птичка. Ты положил просто снизу железо, да, и все? Уголь сюда ты не ложил. Куда? Ну, тут в input. Я положил один уголь, один лиместоун и одну руду. Проверить, работает ли с рудой. Окей. Ждем почти, почти. Почти. Вот это вот я понимаю мультиблоковая конструкция, не то что там во всяких... Чтень. И какой дым какой-то шикарный. Так, и ура, пик айрон. Теперь берем этот пик айрон, кладем... Опять же туда? Наверх. Кладем лиместоун, кладем уголь. О, сегодня я обглющил. Так положи древесного тоже, может быть. И ничего не происходит. Может не нужен. Уголь. Подожди, а что ты хочешь из пигаера сделать? А, подожди, подожди, по-моему, по-моему, все. А, сталь. Два угля надо. Что два угля? Подожди, не, нам просто в обычный блум теперь. Да, теперь в блум. Еееей. Вот у меня здесь блум. Сейчас я смотрю просто другие рецепты. Та-дам. У меня осталось литок. Угу. Вот в этой штуке древесный уголь нормально используется, а вот в этой вот, где она у тебя, вот в этой вот штуке. Не хочет, да, я знаю. Форжа он не разогревает до нужного уровня. А используется, то есть, можно бронзу, например, плавить. Как и дерево можно сюда ложить, тоже бронзу плавит на дереве. А уже железо не разогревается. Сейчас Славик сделает бронь. Ты же понимаешь, что ты в следующей броню будешь еще медленнее ходить? Я знаю, наверное, нет, это тоже медиум, по-моему. Я буду делать, как она называется, скейл, там что-то, не помню. Чешуйчки. Да, ну, в принципе, да, по идее. Чешуйчки. Еще не плейт. Чешуйчечки. Так. Выкладываем теперь. Вот так можно заглянуть. Я за газы смотрю. Это будет чешуйки. Сейчас нас сейчас... 16 чешуй. Блин, неужели нужно стальной... Молоток? И наковальня, скорее всего. О, ну, правильно. Да. Там даже я вчера смотрел, чтобы железное оружие делать, другую, кроме вот этого длинного меча, тоже нужна стальная наковальня. Та-дам! Быстро ты. Красавицы мои. Стальная наковальня. А, ну, правильно, делается довольно просто. 6. И седьмой на молоток. Стальной тоже. А, да, он беленький такой. Окей. Работа идет. Есть. 16 чешуй. Надо намного меньше на броню. Но это только на грудь. Так. Теперь делаем... Вот так. И вот так, по-моему. Сейчас еще раз проверю. 11 штук чешуек. Это scale male... А, нет, вот так. Ура! Это только грудь. Сейчас посмотрим. Да, еще есть ноги, все остальное. Тут-то мне понадобится остаток моей стали. И как раз еще на два комплекта. Так ты одень, одень, покажись. Ну, сейчас. О! Я выбрал эту, потому что это не чешуя. И она выглядит... Ну, потому что мне не нравится, как выглядит кольчуга. Ну, кольчуга, да. Смешная. Полупрозрачная. Это так, давай, довольно симпатично. Меня просто вчера очень часто убивали. Я уже не выдержал. Решил сделать хоть какую-то броню. Это самое простое, которое я нашел. Вообще не знал, что можно делать из бронзы. Ты мне открыл сегодня глаза. И там инструменты все из бронзы можно делать. Простые. Даже не из бронзы, а из... Нет, правильно. Нет. Из меди можно делать инструменты. Э, а что так быстро вставает? Я не успеваю дуть просто. Тут уже жар посильнее надо. Может, надо другое топливо какое-то ложить? Может, тут какое-то еще есть дальше? Не знаю, может быть. Например, эти из... У тебя есть железная наковальня, Антон? Да. Ну ладно. Принести? Нет, я хотел тебе свое дать. Если бы тебя не было. Я не настолько нищу, брат. Настолько. О, я думал, она сама крутится. Нет, я решил подточить мой мечик. У него немного урон побольше станет. Вот, написано. Заточено 4 раза. Так, сколько я раз буду крутить, настолько раз, по идее, и настолько ударов, и будет заточка эта висит. Так, теперь... Так и так, окей. Надо себе такую штуку даже поставить. Вот теперь рецепт штанов. Глянь. Мне бесит еще у него внутри кусок мяса гнилого. Выбросил. Есть штанишки. Теперь шляпка. Шляпка. Шляпа. Каска. Что? Что не так? Что? Шлем. Шлемка. Все, больше 30 не затачивается. Ой, как быстро сделался шлем. Моментально просто. Ну, стальным молотком тоже что хочешь. И на башмаке как раз хватает мне моих оставшихся шести скейлов и кожи. Ой. Вот так, правильно? Почти вот так. Каменный меч, видимо, не затачивается. Та-дам. А ну, попрыгай, побегай. Как она? Дает... Ну, это медиум броня. Бегаю я и бегаю так же, как я бронзовая. Дает на... На один больше. Чем бронзовая? Да. На одну ячейку. Бааа, ты со своим мечом здесь просто страшно. А, да, цвет правильно. Ох. По-моему, даже... Как-то и получше, даже полегче она вроде. Нет? Кажется. Может быть. По-моему, да, Слава. По-моему, в ней быстрее ходишь и бегаешь, чем в этой. Броня-невидимка. Видимо, хорошо подогнана. Здесь же тупо в этой... Вернее, кожа используется или нет? В этой нет, только... Здесь используется кожа, кожаная основа. И сверху... Сверху накладки из стальных пластинок. Прикольно. Надо будет себе такую тоже сделать. Так, здесь еще что-то плавится, что ли? Нет, надо закинуть... О, что у меня есть. Ой, а этот расходуется просто так, уголь, да? Никуда? Ну, получается, что да. О-о-о. Пейджи горит. И все равно. Есть там что-то или нет? Надо это... Так, а вот черкол не хочет использовать сверху. Только уголь. Или она просто... А, она просто остыла. Сейчас проверим еще раз. Если убрать топливо, довольно быстро остывает печь. Какая она... Капризная... Барышня. Пошла жара. Нет, не плавится. В чем дело? Кто не плавится? По-моему, сервер тормозит. Или я торможу. А что не так у тебя? Ну, я закинул... Железную руду, и она у меня осталась в инвентаре. Типа. И исчезла отсюда. Так, по-моему, у меня клиент завис. А ну, подпрыгни. Подпрыгнул. Странно. Ай! Кто-то ты улетел. Стой. Сейчас уже... Я перезайду лучше. Давай. Если честно. Вот я как-то... Умудрился нанести Славе целых два урона. И... Как ты увидел, что два? У меня заточка на два сточилась. Ты успел меня два раза ударить? Два удара было, да. Так, так, так. Мече длинно. Так. О, идет процесс с чарколом. Славим, что просто у меня клиент заглючил. Что происходит? Что такое? Я беру, значит, уголь, а у меня в руке появляется кольчужное мое броня. Вы реально, смотри. Это вообще... Что за бред? Сегодня что-то сервирует, дают коники. По крайней мере, Антону. Как... Как... Что происходит? Я пойду жарить чаркол, потому что это круто. Блин. Что за ерунда? Вообще, что происходит у меня с инвентарем? Переизайди, у меня тоже фигня была. Рандомно брались айтемы в руки. Вообще... Фантастика. Я такого не видел никогда. Непоняточка. Так, ботинки на месте. Непоняточка. Ну, я ляпал. Так, надо вниз еще угля подбавить. Да, угля, конечно, понадобится много очень. Ну, в принципе, хорошо, что древесный используется. Фух. Хорошо. С этим мы делом справились. Со сталью мы разобрались более-менее. Можно уже делать крутые вещи на самом деле. Например. Например. Давай себе сразу алмазных этих накрафтим, Слава. Кикирочек. Кикирочек. Который энкрастед. Да. Да. У меня есть 40 с лишним алмазов. О, у меня тоже есть 40 с лишним алмазов. Единственное, что я смог спасти. Как делается этот... В принципе, все вроде, больше ничего там особо интересного не надо. Как делается RN-Rod? Знаешь? Опять что-то у меня с клиентом. А, все. Вау. Слава, там что-то горит. А, это зомби горит. Зомби горит. Как делается RN-Rod? Ты не знаешь, Интон? Как делается RN-Rod? RN-Rod. Так не работает. Найди любой рецепт с этого мода и нажми на стрелочку прогресса. Recipes. Recipes? Ага. Можно посмотреть все на бронзовые рецепты. Ага. Отдельно. Стальная. Ага, то, что по наковальням, да? Отдельно железная, отдельно стальная. Наковальня. А, уже лучше нет. Все, пока что лучше нет. Это все-таки мод еще в Альфе находится, поэтому все еще впереди. Надеюсь, HD. Стальной топор. Круто. Давай сделаем... Dragonfire. Пик. 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 Пик-пик. Пик-пик не сделаем. Тебе надо пик-пик. Это лопаты. Слава, у тебя можно одолжить стальной молоток и три кусочка стали? У меня нет трех кусочков стали. Вот все, что у меня есть, у меня в сундуке. Там у нас же наплавилось уже. А ну, пошли посмотрим. Пять штучек. Это пик-айрон. Так, пик-айрон. Что мы тогда делаем с пик-айроном? Кидаем его вниз вместо... Сюда. Эй, где мой железо? Пик-айрон в Блум, правильно? Какой... Где мой железо? Пик-айрон в Блум, мы кидаем. Получаем... Да-да-да, я просто забыл. А вот оно. Фюг. Окей, Джарис. О, тут как раз у меня уголечек на подходе. А, так, а еще одного пик-айрона нету? А, ну, есть вон сталь у тебя даже. Давай я сразу сейчас две сделаю кирки. Стоп, брюлики. Сейчас три. Так, костеваю вам. А тебе бриллиантов, или ты думай... Не, бриллианты у меня есть. Я бриллианты свои, а твой и сталь. Так, мне надо... Уголь, 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 уголь. Уголь, уголь. Так, хорошо. Разогреваем. Еще, еще, еще. Тебе надо березовые саплинги? Еще. Да, 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 я смотрю на печку. Нет, не нужны. Не хрубить тебе удобно. А, ну, у тебя, в принципе, уже ферма есть. Все. Все. Так, молоток. Ну, смысле, молот. Ну, мы сразу по два нельзя. Можно. Можно. Не получалось. Ну, я, правда, что-то другое делал, не оружие, а не помню что. Сейчас посмотрим. Я не знаю, как-то мне уж очень нравится вот эта вот система с наковальней, с кузнечеством таким. Вообще, я просто обалдею. С выделкой кожи. Так. Куда она подевалась? А, ты уже забрал? А у меня две сразу. А, они просто не стакаются. А, что-то вчера... А, я эти делал. Как они называются? Кольчугу для... В смысле, чешуйки, не чешуйки, а... А, то, что стакается можно... Да, 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 удобно делать. О. Отлично. Ну, наконец-то. Наконец-то. Эй. Звук такой класс. Я сейчас за свой достану, я сейчас думаю. А, на то очень думаю, что ты мне так кормсаешь неплохо. А сколько сердечек отбирает в этой броне в твоей? Ну, бахни меня. Два удара идет сразу. Зачем? У меня осталось полсердечка, не трогай меня. С целого? Не, не с целого. У меня было... Я не помню, сколько. Раз, два, три, четыре. Я потом посмотрю. Около пяти. А, ну, нормально. Четыре с половиной, пять. Я умираю, мне написано, что я умираю. И все из-за тебя. Убери, пожалуйста, с хот-бара. Ура. Своими мечами. С цветочками. Я вон с этими, с баклажанами буду ходить в тюрки. Так, хорошо. Сталь. Это моя почка, смотри, она выпала. Можно пойти продать. Сталь, я тебе верну. Сдача, которая осталась, в принципе, все. Молоток. Молоток повесил. А, спасибо. На место. Да, на этом, наверное, будем заканчивать серию. Такую весьма продуктивную. Я мучился, сколько, две серии, наверное, чтобы дойти до этого. Решил просто забить и упасть с лави на хвост. Но там многие все равно просили, чтобы мы вместе поснимали. Вот мы вместе поснимали. Мы молодцы. Мы молодцы. И вам полезно. Все. И нам полезно. Ребята хорошие. Полезно знать, что используются чарколы здесь довольно успешно. Я бы даже не додумался, если честно. Все. Да, ребят, все. Всем спасибо за просмотр. Пока. Это он, крипер, крипер. Да! Ничего себе. Два сердечка мне оставил. Это в первую...